и возвращаемся к предыдущей лекции тогда я был довольно сильно болен и не мог некоторые вещи подробно рассказать а сегодня я их попробую растолковать демонстрацию экрана включая пожалуйста кто нибудь микрофон включите и скажите что у вас на на экране ребят микрофон включите кто-нибудь скажите что у вас на экране потому что чата я в этот момент не вижу ну что ж такое друзья мои кто-нибудь микрофон включите и ответьте на мой вопрос что у вас на экране не понимаю все хорошо просто тут еще странно включается микрофон мы видим курс общественными но слава богу а что странного почему ваши микрофоны сразу не не работают а тут есть выбор как ходить конференции либо только слушать либо и слушать и говорить да и вы сразу только слушать включили понятно да правильно слушать и пить чай хорошо ну поехали значит в прошлый раз мы говорили о движении луны и я так в общих словах сказал что орбита луна очень сложно устроена и она все время меняет свою и ориентацию и наклон наклон у нее довольно большой ориентация мы имеем ввиду направление оси оси эллипса ну или полуоси или там перигея ну в общем ориентация эллиптической орбиты в плоскости орбиты что это все очень быстро изменяется я вам когда-то говорил что вообще теория движения луны это одно из самых сложных небесно-механических заданий для любого астронома потому что много действующих сил со стороны земли солнца ближайших планет но основные движения все-таки можно понять на уровне на уровне физической интуиции вот какие основные движения например почему пик гуляет обращается в плоскости орбиты и почему узлы орбиты меняются то есть узлы движутся в плоскости эклиптики вот об этих двух вещах конечно легко составить представление физическое давайте сначала об ориентации оси мы с вами уже говорили как-то раз что можно поэкспериментировать силы тяготения у мьютонов закона вторая степень а если попробовать сделать более жесткий закон гравитации то мы увидим что эллипс будет более или менее сохранять свою форму но оси эллипса будет прицессировать понятно почему это более жесткий закон но и так навскидку взял там на 10 процентов его более жестким может как-то по-другому но главное чтобы он был более жесткий то есть гравитация быстрее нарастала к центру чем по простому ньютонову закону и тогда вблизи центра тяготения кривизна траектории будет повышаться более круто будет поворачивать движущиеся тело и эллипс будет забрасывать себя каждый раз немножечко в другом направлении это и есть прицессе оси симметрии скажем так ну большой оси эллипса или перигея понятно а какое-то отношение имеет движению луны а вот какое это я так попытался нарисовать землю земля у нас обращая вращается вокруг оси значит она сплюснута вдоль оси вращения значит можно представить ее как бы состоящие из двух масс двух частей сферическая часть земли и некоторая дополнительная масса в виде экваториального пояса дополнительная экваториальная его называют экваториальное вздутие экваториальный пояс вот этим черным тоннам я обозначил как бы добавку к массе земли к массе сферического тела земли чему это приводит если рассматривать только притяжение к сферической части земли она направлена всегда к центру и действует четко по ньютону единицы на р квадрат значит орбита луны должна была бы быть эллиптической но ориентация оси эллипса сохранялась ну как нормальные кеплеров закон требует этого но плюс к этому мы еще должны учесть притяжение вот к этим экваториальным вздутием экваториального пояса вы понимаете от пояс вдоль экватора грубо говоря это кольцо ну или как тор можно или как кольцо представить ну пусть будет кольцо так вот потенциал кольца он совсем не такой как потенциал гравитационный потенциал сферы а он более сложный и в первом приближении сила гравитационная с приближением к кольцу извне меняется как единица на р куб то есть тут еще вот добавочка делает суммарный закон гравитации более жестким двойка была бы у чистая шарика а экваториальное кольцо добавляет к этому более жесткий примерно единицы на р в кубе закон но и сумме они дают что-то там два и полтора два и два ну что такое вот более жесткой поэтому возникает прицессия эллиптической орбиты луны в плоскости и и орбитальной она из плоскости не может выйти тут все симметрия полная но эллиптическая орбита прицессирует ее ось поворачивается это и есть вот вот это самое перигей орбиты ну перигей это и есть направление оси вращения который к востоку движется к востоку потому что более жесткий закон у нас луна движется с запада на восток ну как все планеты луна в том числе и вращение земли а перигей в сторону востока убегает том же направлении куда движется луна поняли второе узлы орбиты а почему узлы то движется плоскости эклиптики давайте посмотрим вот так мы а видим движение луны каждый раз представляем ее в какой-то точке и орбит подайте попробуем включить машину времени то есть ускорим бег времени если мы его ускорим мы увидим луну быстро быстро перемещающиеся по орбите в разных ее точках ускорим еще быстрее мы будем видеть почти сливающиеся тела луны в разных точках орбиты и еще ускорим и тогда луна как бы размажется в такое кольцо и для нас это уже будет ну что-то вроде вращающегося обруча если за большие промежутки времени смотреть луна каждый месяц делает один оборот за год 12 оборотов а за несколько лет она так быстро будет мелькать перед нами что сольется в кольцо а что такое вращающееся кольцо это ну грубо говоря твердое тело гироскоп у гироскопа есть направление момента импульса есть момент инерции и момент импульса направлен по оси вращения а как действует солнце как она влияет вот на такой вращающийся гироскоп который мы теперь представили луну представили как гироскоп плоскость этого гироскопа плоскость вращения не совпадает с плоскостью эклиптики солнечное приливное влияние ну вы помните мы уже говорили приливное это разница в притяжении земли и притяжение луны в разных ее точках направленные к солнцу можно представить себе что с точки зрения земного наблюдателя убираем вот это вот ускорение земли по направлению к солнцу что значит убираем отнимаем его от всех векторов луны и получаем вот такое вот приливное влияние солнца на луну по отношению к земному наблюдателю к центру земли и тогда вот эти вот пара сил вот этих вот да эти кстати тоже но в основном вот этих пара сил они пытаются уложить плоскость вращения луны в плоскости клиптики то есть ну как обычно на гироскоп действует силу тяжести земли вот что делает силу тяжести земли они пытаются уложить гироскоп на пол опрокинуть его но не может этого сделать примерно так же только в другом направлении сила приливная сила солнца в отношении орбиты луны действует она не положить в плоскость орбиты пытается а наоборот выправить сделать перпендикулярным момент момент импульса орбитального движения луны потому что приливный момент сил действует вот так он пытается экваториальное вздутие земли или там ротор орбитальный ротор луны уложить в плоскость эклиптики к чему это приводит момент импульса начинает прецессировать к нему постоянно добавляется маленький моментик связанный с вот этим моментом сил и момент импульса начинает прецессировать гулять вот это и есть причина движение узлов лунной орбиты плоскость лунной орбиты начинает гулять в плоскости эклиптики и узлы естественно делают оборот в плоскости эклиптики не знаю как помогло это вашей физической интуиции мое такое представление луны как обруча размазанного вдоль орбиты лунной но я старался чтобы ваша интуиция немножечко схватила основные причины движения лунной орбиты движение луны по орбите конечно есть масса других причин земля не так просто устроена и со стороны планет еще юпитер и венеры действует действует свои моменты приливные на луну но это уже мелочи вот два основных движение перигея луны перигея лунной орбиты в плоскости орбиты и движение самой плоскости орбиты в плоскости эклиптики за это несут ответственность несферическая форма земли и приливное влияние солнца но солнце где-то там далеко за пределами картинки так с этим более или менее понятно а теперь перейдем к основной теме сегодняшней лекции сейчас я ее в виде презентации вам продемонстрирую давайте так если с картинкой что-то будет или с голосом моим что-то будет сыром отца вы мне говорите ладно а если все нормально ну тогда тогда поехали дальше и так возмущенное движение что значит возмущенное возмущение мы а называем малые влияния наложенные на фоне простого кеплеров движения вот задачи трех тел это как раз из породы возмущенного движения на самом деле конечно никогда не бывает в астрономии простых задач задачи одного двух даже трех тел всегда перед нами большое количество тел взаимодействующих ну как солнечной системе но мы стараемся всегда упростить ситуацию и свести ее в более понятном более легко решаемым давайте вспомним так вот так самая простая задача движение тела в однородном гравитационном поле в однородном поле мы просто разделяем сила действует в одном направлении в другом направлении перпендикулярном никаких сил не действует значит тело спокойно летит себе по прямой по горизонтали а по вертикали равномерно ускоренно падает оба этих движения можно в простом аналитическом представлении выразить и взяв любое время получить координаты горизонтальную вертикальную координаты тела задачи элементарно простых функциях решается а вот уже три тела оказывается задачи становятся сложнее ну мы говорили задачи двух тела то же самое что задачи одного тела а вот трех тел оказывается более сложные задачи и многие великие математики пытались решать ну отталкиваясь от задачи двух тел ну казалось бы где три там и где два там и три ничего подобного никому не удалось в простых функциях выразить координаты каждого из этих трех тел в произвольный момент времени не удавалось наконец в начале двадцатого века это удалось кстати я напомню что и задача двух тел тоже не решается в простых функциях да можно свести задачу двух тел к задаче одного тела обращающегося вокруг другого с эквивалентной массой но уже в простых функциях координату этого тела в произвольный момент времени вы не можете выразить она все равно выражается в виде разложения в ряд но ряды очень простые получаются например ряды фурье которые быстро по синусам и косинусам они очень быстро сходятся всегда надежно и взяв определенное количество членов в зависимости от того какая вам точность нужна вы всегда получите нормальное решение просуммируете там 5 10 20 100 например членов что для компьютера не проблема и получите очень высокоточное решение также пытались решить задачи трех тел и оказалось что да формально у нее решение есть его нашел финский математик Карл Зундман однако ряды и он тоже нашел в виде сходящихся рядов они сходятся но сходятся так медленно что для того чтобы получить ну например более или менее точное положение земли луны и солнца задачи трех тел в течение года например на год вычислить их положение ежегодник составить нужно просуммировать вот такое количество членов ну понятно да это степень 8 миллионов членов надо просуммировать это невероятная работа которую никакой и же вычислить сначала потом просуммировать никакой компьютер этого не сделает то есть вроде бы решение нашлось а пользоваться им невозможно задача оказалась нерешенной тогда люди стали искать какие-то конкретные частные решения потому что если вы найдете периодическое решение то оно ну грубо говоря единственное а близкие к нему решения всегда в ряд фурье можно разложить потому что ряды фурье очень хорошо с периодическими функциями справляются вот одно из таких частных решений движения по круговым орбитам трех тел произвольной массы кстати ну от массы зависит радиус орбиты относительно их центра масс да это периодическое решение его нашли довольно давно стали искать другие оказалось что есть и не круговые периодические движения вот так вот они не сталкиваются конечно это просто большие крошки нарисованы они не сталкиваются если это маленького размера массы они просто будут гулять вот так вот а относительно так где мой курсор вот относительно центр масс и тоже так сказать орбитах вопрос только в том а устойчиво ли это решение при небольших смещениях будут ли продолжаться их периодические движения или они станут хаотическими вот это замечательное решение так называемые вальсирующие тела когда собственно три тела движется по одной и той же орбите но только с некоторым запаздыванием посмотрите как красиво даже не верится что три гравитирующих тела могут вот так вот описывать такую восьмерку под действием взаимного притяжения но поверьте действительно довольно поздно были найдены такие решения в двухтысячном году это совсем с моей точки зрения недавно было произошло и да вот такие вот вальсирующие движения возможны правда тела должны одинаковую массу иметь понятно иначе все разболтается можно найти вообще говоря такие хореографические как их называют орбиты не только для трех но и для четырех тел и даже до пяти тел ну я тут без анимации просто показываю как выглядят эти орбиты это очень красиво это довольно сложно для математика вычислить такие траектории но они реально существуют не хореографические движения но периодические тоже возможно задача нескольких тел не хореографические потому что они не повторяют траектории друг другу вот эти два тела почти по круговой орбите движется а эти по почти прямоугольной но это периодические движения однако когда встает вопрос об устойчивости таких движений тут уже проблема усложняется если на компьютере гонять такие траектории они начинают разбалтываться правда вопрос в том а вот это вот неустойчивость она связана с чем с неточностью вычислений ведь ни один компьютер не может бесконечное количество знаков после запятой считать он какое-то ограниченное округляет свои вычисления может быть за счет округления вот это может быть но вот доказать устойчивость надежность таких решений аналитически пока не удается однако периодические движения задач четырех тел это конечно как сказать счетное множество их ограниченное количество а не периодических бесконечно большое количество и вот один из вариантов непериодического движения это встреча трех тел в пространстве в ограниченной области пространства причем заканчивается она тем что два ну первое и второе здесь два тела связываются в двойную систему и уже не покидают друг друга это двойная звезда но куда-то надо деть избыток их энергии потому что тут энергия связи отрицательная а избыток энергии уносит третье тело оно взаимодействовав с этими двумя разгоняется и с большей скоростью устремляется вдаль а исходные два тела оказываются на связанных орбитах тут уже только численный расчет может помочь в прогнозе движения такого тела никаких аналитических решений в этом смысле нет а теперь иерархические или так называемые условно устойчивые движения вот до сих пор мы говорили о хаотическом движении трех тел в принципе можно говорить о периодическом но как бы его назвать условно устойчивом то есть никто не гарантирует что она навеки останется устойчивым но надолго да каким образом например мы берем три тела два из них связываем в очень плотно упакованную двойную систему и вокруг нее точнее говоря вокруг общего центра масс запускаем третье тело оно настолько далеко от этих двух что воспринимает их как единый объект с массой расположены между ними и тогда у нас получается просто двойная система конечно не совсем просто конечно гравитационное поле тут не остается постоянного она немножко пульсирует из-за взаимного движения этих двух тел поэтому орбита третьего будет не совсем круговая или там эллиптическая она будет немножечко возмущаться но такая иерархическая в каком смысле иерархия расстояние между двумя намного меньше чем между ними и третьим телом такая система будет довольно долго оставаться связаны потом в конце концов разболтается или вот возьмем систему из четырех тел два два связанных в тесную пару другие два в тесную пару а между собой они еще испытывают взаимное движение вокруг общего центра масс вот эту систему трудно назвать иерархической взаимное расстояние между компонентами близко к взаимному расстоянию между парами но если мы match will иерархи уменьшать взаимное расстояние между компонентами пар оставляя расстояние между самими парами неизменным Тогда иерархия возрастает, степень иерархии возрастает. Численные расчеты показывают, что если примерно 1 к 7 или 1 к 8, лучше 1 к 10, эти расстояния относятся друг к другу, то устойчивость становится очень хорошей. На миллионах оборотов практически остаются неизменными орбитальные параметры таких пар. И оказывается в галактике среди изученных звезд, кратных звезд, довольно много вот таких иерархических, двойных, тройных, четырехкратных, пятикратных и так далее систем. Есть даже шестикратные, и есть уже некий намек на то, что мы обнаружили 7 и 8 кратные иерархические системы. Давайте теперь по поводу приливной задачи продвинемся дальше. Как правило, когда мы говорим о задачи трех тел реальной, в космосе, мы имеем два тела массивных, например, Солнце и Земля, а одно тело гораздо сильно уступающее им по массе, Луна. Луна даже почти в 100 раз Земле уступает по массе, поэтому можно считать ее в первом приближении очень легкой или бесконечно легкой частицей. И тогда задачи трех тел можно упростить. Есть несколько вариантов упрощения задачи трех тел. Самый хорошо изученный, любимый, можно сказать, вариант – это круговая ограниченная задачи трех тел. Круговая, то есть два массивных тела обращаются вокруг общего центра масс по круговой орбите. По круговым орбитам, если у них массы разные, то и орбиты разные. Где-то здесь центр масс поближе к массивному телу, маленькое тело по большей орбите, большое тело по меньшей орбите. Но они круговые, то есть расстояние взаимное не меняется. А что значит ограниченное? А вот это что значит, что масса одного из тел, третьего, намного меньше массы каждого из двух, назовем их, более массивных тел. То есть третье тело – это невесомая точка. Как она будет двигаться? Понятно, что ее можно запустить близко к одномути. А эти линии – это этвипотенциальные поверхности. Но какого потенциала? Мы можем рассматривать эту задачу во вращающейся системе координат. То есть помещаем начало координат в точку центра масс, и оси координат заставляем равномерно вращаться со скоростью орбитального движения вот этих двух тел с угловой скоростью. То есть всегда одна ось соединяет их центры, ну, вторая ось перпендикулярна. Тогда это уже не инерциальная система отсчета, а в ней возникают центробежные силы. Значит, мы говорим о потенциале гравитационном плюс центробежном. То есть гравитация одного тела, гравитация другого тела плюс центробежная сила и кориорисовы, естественно, силы, как в любой вращающейся системе координат. Вот тогда можно нарисовать линии равного потенциала. В зависимости от энергии легкой частицы, она либо будет оставаться в окрестности одного массивного тела, либо оставаться в окрестности другого массивного тела. Если мы добавим ей энергии, она будет подальше двигаться. Если еще добавим, выйдет вот на эту эту потенциаль и может, коснувшись вот этой точки, перескочить в зону, ну, грубо говоря, в зону ответственности или в зону контроля второго тела. А если случайно в эту точку попадет, то тут равенство всех сил двух гравитационных плюс центробежный, вот по отношению к центру вращения, может перескочить сюда. Ну, а если мы добавим ей еще энергии, она легко будет гулять по вот этим эквипотенциальным полостям, а может даже выйти за их пределы, если в эти точки попадет, и гулять вокруг всей системы вот так. А что такое L1, L2, L3, L4, L5? Это так называемые точки Лагранжа. Это точки равновесия трех сил, под действием которых, вернее, ну да, трех сил. Гравитация, гравитация плюс центробежная сила. Под их влиянием легкая третья частица остается в одной из этих точек неподвижна. Ну, неподвижна во вращающейся системе координат. Можно еще вот так это изобразить, то есть в объеме нарисовать форму эквипотенциальной поверхности. Мы часто говорим о потенциальных ямах, но вот тут вы можете эти ямы ощутить. Ямы – это окрестности двух массивных тел. Третье тело может свалиться в одну потенциальную яму, то есть оказаться здесь, свалиться в другую потенциальную яму, либо попасть на склон. То есть так далеко удалиться, что центробежная сила будет оттягивать ее, уже не даст сюда вернуться. Можно еще красивее это нарисовать. Я разные нашел варианты. По поводу устойчивости движения. Конечно, в потенциальных ямах движение устойчиво. А вот в точках Лагранжа, так называемых линейных, вот эти точки линейные, они лежат на линии центров масс массивных тел, и треугольные точки, вот эти вот треугольные, надо сказать, что они именно лежат в углах равностороннего треугольника. Вот так вот математика нам так об этом говорит. Они треугольные точки. Линейные точки еще Эйлер нашел. Задача-то довольно простая. А вот треугольные точки Эйлер пропустил, а Лагранж их нашел. Так вот, по поводу устойчивости. Не все точки устойчивы. Треугольные точки Лагранжа, они условно устойчивы. И тут очень маленькая ямка, потенциальная ямка. Очень маленькая, но в принципе они устойчивы. А линейные точки неустойчивы. Но это даже видно по форме эко-потенциальной поверхности. Немножко скатился в сторону и уже попал в яму. Но они тоже, в общем, более... Вот эти вот далекие внешние линейные точки, они почти устойчивы. Там очень слабая неустойчивость. Хорошо. Какие задачи в такой постановке могут быть нам интересны? Например, задача о движении Луны. Солнце и Земля массивные объекты, а Луна третья, грубо говоря, легкая безмассовая точка. Луна находится в зоне контроля, гравитационного контроля Земли. Но не так далеко до точек Лагранжи от нее. Радиус лунной орбиты 400 тысяч километров, а расстояние до точек L1 и L2... Кстати, обратите внимание, вот я вам тоже отмечу эту несогласованность. Некоторые теоретики называют L1 – это внешнюю точку, L2 – внутреннюю, а L3 – другую внешнюю точку Эйлера, Лагранжи. Ну, или просто будем говорить Лагранжи. Вот L2 – между ними, да? А другие, я взял это просто из другой работы, L1 называют внутреннюю, а L2, L3 – внешние точки. Так что имейте в виду, когда будете читать какие-то работы, и там будет речь о точке Лагранжи L2, например, выясните, что имеется в виду, какая точка. Внутреннее по отношению к этим тяжелым объектам или внешнее. Это важно, потому что разные не договорились до сих пор. Ну, хорошо. Каково же расстояние? Расстояние вот до этих двух точек, оно примерно равно расстоянию между центрами масс, умноженному на корень кубический из отношения масс. Там небольшой коэффициент еще, но кубический корень многое сводит к единице. В общем, отношение масс Земли и Солнца – это примерно 300 тысяч, кубический корень там где-то 1 сотая получается, и вот эти вот расстояния между Землей и L1 и L2 – полтора миллиона километров. Тут 150 миллионов километров, а тут по полтора миллиона километров. Значит, точка L2, вот ее очень любят создатели космических телескопов, да и L1 тоже любят, тут летают космические телескопы, полтора миллиона. А до Луны, грубо говоря, полмиллиона, там 400 тысяч. То есть Луна все-таки поближе к Земле, но не так далеко вот от этих критических точек. Поэтому влияние Солнца на лунную орбиту ощущается вполне заметно. Я уже говорил, что многие создатели космических телескопов предпочитают запускать их в точку, в район, точки L2. Почему? Простите. Не до конца я выстроил. Предпочитают по нескольким причинам. Во-первых, космический аппарат оказывается далеко от Земли. И Земля уже, как источник инфракрасного излучения, не так сильно ему вредит. То есть те аппараты, которые нуждаются в низкой температуре для работы своих телескопов, инфракрасные, микроволновые, они предпочитают работать вдали. В то же время, в районе этой точки движение синхронизовано с орбитальным движением Земли. И он всегда, этот аппарат, будет находиться в таком относительном положении Земля-Солнца, вот на этой линии. Но почему запускают вот не точно в эту точку, а вокруг, на так называемую галоорбиту. А она условно устойчивая. Чтобы спутник все-таки видел Солнце, чтобы лучи Солнца проходили, земная тень практически дотягивается сюда. Любому спутнику нужен источник энергии для солнечных батарей. И надо, чтобы прямые солнечные лучи попадали. Ну и, к тому же, достаточно устойчивая эта орбита. Ее редко нужно корректировать. Она, в общем, нормально действует. Потому что тут еще, выходя из плоскости земной орбиты, из плоскости эклиптики, спутник испытывает такое прижимающее, приливное влияние. Ну, в общем, орбита хорошая. К тому же, связь, радиосвязь с этим спутником мы поддерживаем в ночное время, когда ночь на Земле. И радиоантенны обращены сюда, от Солнца отвернуты. А Солнце довольно сильный источник радиопомех. И лучше, конечно, не поворачиваться к нему. Например, когда марсианские роботы, ну, в общем, Марс находится в верхнем, ну, не верхнем, а просто соединении с Солнцем, мы не можем связываться по радио с Марсом, Солнце мешает. Оно тут вот на пути радиосигнала находится. А с ночной стороны очень хорошо, без помех можно поддерживать радиосвязь. В общем, это очень надежная орбита. Но все-таки, изучая Солнце, приходится отправлять аппараты вот сюда. Например, космическая обсерватория СОХА, которая уже 30 лет почти Солнце изучает. Она в районе точки L1 находится. Это тоже очень удобно. Почему? Она посылает радиосигналы в сторону Земли. Но, правда, принимая их на Земле, мы вынуждены подавлять еще, бороться с помехами от Солнца. Приходится. Ладно. В системе координат, вращающейся с этими двумя массивными телами, третье тело испытывает довольно сложный трейк, сложное движение. Даже если мы его запустили внутри области гравитационного влияния массивного тела, все равно система-то вращается, и обычная эллиптическая орбита, она принимает в этой вращающейся системе координат вот такой вот странный петлеобразный вид. Ничего сложного в этом нет. Мы же и раньше говорили о петлях в движении планет, потому что сами движемся на... наш телескоп движется на другой планете. Ну и тут тоже вращающаяся система отчетов. Посмотрите на эмуляции, как движется спутник, который запустили с энергией, немножко превышающей энергию критической эквипотенциальной поверхности. Критическую называем ту, которая пересекается в точке Лагранжа. Тут область контроля меньшей массы, тут область контроля большей массы, а легкая частица летает либо тут, либо тут. Но если немножко добавить ей энергии, она уже будет способна перелетать из одной полости в другую. Вот примерно так движутся космические аппараты, которые... выводят на орбиту, например, к Луне. Они там погуляют, погуляют, но в принципе могут перескочить на околоземную орбиту, а то опять вернуться на окололунную. Либо, если мы рассматриваем эту систему не как Земля-Луна, а как Солнце-Земля, такие варианты тоже возможны. И они даже на практике реализовались. Например, в середине... Ну, в начале 70-х, когда запускали космические аппараты, так, курсор нашел, с Земли на Луну, а Луна где-то недалеко от Земли, аппарат летел к Луне, а третья ступень ракеты-носителя пролетала мимо Луны и выходила на околосолнечную орбиту. И некоторое время обращалась вокруг Солнца. И потом, вдруг попав в эту горловину, возвращалась к Земле. И был такой случай, когда астрономы открыли якобы астероид, приближающийся к Земле, а потом посмотрели, ба, да это третья ступень ракеты-носителя Сатурн-5, которая 30 лет назад была отправлена, пролетела мимо Луны и вышла на околосолнечную орбиту, а потом вернулась к Земле. Были такие случаи. Точки Лагранжа, Л4 и Л5, треугольные точки, они тоже очень интересны. Я уже говорил, что движение в окрестности этих точек довольно устойчивое. Не сказать, что очень, но все-таки там есть потенциальная такая неглубокая ямка, и в ней могут задерживаться космические объекты, то есть бороздить пространство вокруг этих точек треугольных. Это на самом деле происходит. В точках Лагранжа и 4, и 5 системы Солнца Юпитер накопилось довольно много астероидов. Их традиционно стали называть именами героев Троянской войны. Ну и так получилось, что в одной группе в основном троянцы, хотя не все, но большинство троянцев там собралось, вот с их именами, а в другой точке, простите, вот троянцы здесь, а в другой точке в основном греки, вот те, кто со стороны греков против трои воевал. И с тех пор мы называем греками и троянцами эти две группы астероидов. А в общем, такие группы астероидов не только на орбите Юпитера, они есть на орбите Сатурна, даже есть парочка на околоземной, вернее так, на земной орбите, не околоземной, а земной орбите вокруг Солнца. Тоже есть парочка. Но у Юпитера их тысячи. И тут тысячи, и тут, и даже к ним уже намечен, даже послан один космический зонд, чтобы их исследовать. Вот он полетел на днях, американский, насовский. Это очень интересные группы. Они не вечно там гуляют. Они иногда астероиды покидают эту область, летают все свободно, потом могут снова быть захвачены в эту неглубокую потенциальную ямку. Так что вот система астероидов главного пояса, она выглядит примерно так. Большинство, около миллиона астероидов, уже открытых, движется в пространстве между орбитами Марса и Юпитера. Но некоторая доля прямо по орбите Юпитера или рядом с ней, причем синхронно с самим Юпитером. Это греки и троянцы. Ну, об этом задачу трех тел мы покидаем и переходим к приливным явлениям, более более далеким от небесной механики, скажем так. Как ощутить вообще приливные явления? Это, как обычно, связано с мысленными экспериментами. Эйнштейн очень любил такие эксперименты. Мы их тоже любим мысленно проводить, потому что на самом деле их не очень приятно было проводить, а именно свободно падающая лаборатория. Или, как говорят, свободно падающий лифт. Представьте, мы отрезали подвес, и кабина начала падать на землю издалека. А в начале эксперимента мы подвесили легкие частицы в ней и смотрим, как они будут перемещаться. Казалось бы, никак. Все с одинаковым ускорением падает к земле. Тут абсолютная невесомость, как на борту МКС. Но это не совсем так. В начальный момент одна из точек была ближе к центру земли, другая дальше. Значит, на них немножко разное ускорение действия, разные силы, они движутся с разным ускорением, и по мере падения эта точка начнет опережать, а эта точка отставать от центра лифта. Они разойдутся. А боковые точки, они же на одинаковом расстоянии от центра, значит, они падают с одинаковыми ускорениями, да, по модулю, но не по направлению. По направлению, а направление ускорения к центру планеты направлено, они немножечко в разных направлениях движутся и постепенно будут сближаться. И мы увидим, что система свободно подвешенных тел деформируется. Она вытягивается в направлении падения и сжимается в одном перпендикулярном направлении и в другом, которого я не могу нарисовать, но оно, так сказать, от вас к картинке направлено. Второе перпендикулярное направление. Можно нарисовать поле приливных сил. Именно это мы и называем приливными силами, то есть разницу между ускорением какой-то частицы, назовем ее наблюдателем, и ускорениями, действующими на соседние частицы, свободно падающие рядом с наблюдателем. Значит, на какую-то массу все это хозяйство падает, наблюдатель падает, частицы, опережающие его, уходят, а сзади находящиеся в другую сторону уходят, а по всем бокам и в этой плоскости и в перпендикулярной к ней пытаются приблизиться к наблюдателю. Вот такое поле приливных сил ощущает любой свободно падающий наблюдатель. МКС, свободно падающая космическая станция. У нее где-то есть центр МАС, не знаю, где он, где-нибудь вот тут, наверное, и по отношению к нему все остальные точки этой конструкции испытывают приливные силы, вызванные притяжением к земле. Именно по этой причине космонавты, выходя на внешнюю поверхность станции, фиксируют себя всеми возможными способами, чтобы не улететь и не потеряться. Они, видите, вот раз фиксация и еще всякие там дополнительные штуки. А если улетел, а если улетел, то некоторые направления приливных сил могут вас начать удалять от станции. Некоторые прижимают, конечно, это хорошо, а некоторые оттягивают. И тогда, если у вас нет вот такой реактивной системы за спиной, вы уже можете потерять или нет веревочки, которые привязаны, вы потеряете связь со станцией и навсегда ее покинете. Вот смотрите, у человека не было такого реактивного. это ранец жизнеобеспечения, вот этих реактивных систем, как у этого космонавта, у него не было. Ну и как вы думаете, какова его судьба? Понятно, какова. Улетел и потерялся. Шутка. Улетел далеко тот, у кого был реактивный ранец. А это вообще не космонавт. Это скафандр, который уже срок своей годности потерял, истек срок, и его набили всяким мусором и отпустили в свободный полет. И вот он так где-то там по орбите вслед за МКС летает все дальше и дальше от нее. Я думаю, он давно уже упал на самом деле из-за торможения в верхних слоях атмосферы, но некоторое время он еще преследовал станцию, хотя удалялся от нее. На любое протяженное тело со стороны любого внешнего тоже действуют приливные ускорения. Ну вот например Земля. Центр массы Земли с каким-то ускорением падает в сторону скажем Луны. И все точки на поверхности Земли тоже, но все с разным ускорением и в разном направлении. Можем отнять этот вектор связанный с центром Земли от всех других и тогда получим поле приливных сил, действующих со стороны какого-то спутника, там, Луны, Солнца, чего угодно, относительно центра масс планеты. Вот на поверхности планеты поле приливных сил действует так, вытягивает в двух противоположных направлениях и прижимает в двух перпендикулярных плоскостях, ну или где-то там переходные какие-то области. Еще раз подчеркиваю, в двух направлениях вытягивает. приливы действуют в двух направлениях, не в одном сторону тяготеющего тела, а в двух. Казалось бы, это элементарно, но даже на экзамене были случаи, когда некоторые первокурсники неправильно представляли себе эту историю. А модули этих сил довольно близки. Вот здесь они показаны вытягивающие или растягивающие ускорения примерно вдвое сильнее, чем прижимающие. Но прижимающие это в двух плоскостях действуют, а растягивающие только в одном направлении. В сумме они, конечно, не могут изменить в первом приближении объем тела. Объем не может измениться, он просто деформируется. Но обратите внимание, здесь вот если мы говорим о земном шаре, покрытом, например, океаном, здесь океан прижимается к своему ложе. Здесь он пытается немножко отстать от дна, немножечко приподняться. Не там, не там движения особого не происходит. Вот где происходит движение, там, где приливные ускорения пытаются сместить вдоль океанского дна водную оболочку. Здесь надо уменьшить глубину, а здесь надо создать приливный горб, выпуклость. Значит, воду надо перелить из одной части океана в другую, что и делает поле приливных сил. Перегоняет океанскую воду в те места, где сейчас должен быть приливный горб. Приливный горб в первом приближении смотрит на Луну. Пока мы забыли о Солнце, да, Солнца нет, оно далеко. Луна к нам близко и она создает на жидкой оболочке, в жидкой оболочке Земли, в атмосфере и в океане, атмосфера нас пока не очень интересует, океан интереснее, вот такую приливную деформацию, два приливных горба. Луна обращается по орбите с периодом в месяц, а Земля с периодом в сутки. Значит, твердое тело Земли быстро движется по отношению вот к этому приливному искажению формы мирового океана. Значит, побережья в течение суток оказываются в районе прилива, через шесть часов в районе отлива, через следующие шесть часов в районе прилива и в конце суток в районе отлива. Такой вот простой схеме дважды в течение суток на побережьях, почему я говорю о побережьях, вы сейчас поймете, должны наблюдаться приливы и дважды между приливами отлива. На самом деле, конечно, все сложнее, но в первом приближении так. Теперь вспомним о Солнце. Луна вызывает свою приливную деформацию, а Солнце свою. Масса Луны меньше, но Луна ближе к Земле. Масса Солнца больше, но оно дальше. Оказывается, они почти одинаковое приливное влияние оказывают на Землю. Луна больше, Солнце примерно вдвое меньше, но вполне ощутимое. Поэтому, когда Луна и Солнце на одной прямой, приливы максимально высокие. Когда прямой угол между ними, они компенсируют свое, частично компенсируют свое приливное влияние на Землю. Максимальные приливы называются сизигийными. Такой старый термин. Сизигии это либо новолуние, либо полнолуние, когда напрямой Луна, Земля и Солнце. Тогда максимум лунного и максимум солнечного прилива складываются, получается высокий. Квадратурных порядок, понятно, почему квадратурные приливы, они компенсируют друг друга. Лунный сильнее, но солнечный примерно вдвое его меньше, но ослабляет примерно в половину. Так, водички попью сейчас. Вообще говоря, так уж и сильны. примерно вот совсем в открытом океане, вдали от берегов, вдали от берегов высота прилива около полуметра, лунного прилива, а солнечного вообще четверть метра. Ну, в сумме они дают где-то около метра максимально высокий прилив. Метр это не так уж мало. И иногда он имеет критическое значение. Но, вообще говоря, у побережья приливы намного большую амплитуду имеют. Почему? Земля-то, вот вернемся сюда, лучше вот сюда, земля вращается быстро, а прилив движется медленно. Например, где-нибудь в экваториальной области поверхность земли движется со скоростью 500 метров в секунду. А прилив еле-еле, ну, что там, один оборот в месяц. Так что побережье, вот немножко неудачно нарисован глобус, конечно, у нас экватор здесь, а мне бы хотелось, чтобы он был вот тут, но представьте себе, побережье, например, Япония. Японское побережье, восточный берег Японии, набегает на приливный горб со скоростью в сотни метров в секунду. То есть для тех, кто стоит на берегу, приливный горб движется на них со скоростью сотни метров в секунду. Конечно, он по инерции налетает на берег и вызывает довольно заметный эффект. Именно поэтому на побережье приливы чувствуются сильно, а в открытом море нет. Ну, представьте себе, что корабль сел на мель, и моряки ждут очередного прилива. Какого прилива они будут ждать с наибольшим интересом? сизигейного. То есть моряки прекрасно знают, сел на мель, жди новолуния или полнолуния. Тогда прилив будет максимально высоким, и, может быть, корабль всплывет и смели снимется. Это морякам хорошо известно, хотя никакую теорию приливов они никогда не изучали. Вторая особенность приливов. Я уже говорил, что в сутки два прилива, два отлива. Но, как правило, они имеют разную амплитуду. Почему? Максимум прилива лежит в точке подлунной точки, то есть направлено на Луну. Подлунная точка это точка проекции Луны на земную поверхность. Но ведь плоскость лунной орбиты не совпадает с плоскостью земного экватора и довольно сильно не совпадает. Вот вращение оси нашей планеты. Любое побережье, любой порт движется в плоскости экватора в течение суток, обращается вокруг оси вращения Земли. А картина симметрии приливов ориентирована на Луну. Значит один прилив будет более высоким. Вот максимальный прилив здесь, минимальный тут. Это место отлива. Тут максимальный прилив, тут максимальный, а это область отливов. Один прилив будет более высоким, а другой менее высоким в течение суток, потому что порт или побережье оказывается по-разному ориентирован к Луне. На этой карте Земли на двух полушариях показаны уровни приливов. Один полусуточный прилив, его максимум и меньше, 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 а дальше отливная часть. Второй прилив максимальный, потом меньше, меньше, меньше амплитуда, дальше отливы идут. Вот возьмем какой-нибудь порт, ну, например, вот на этой параллели. Попал в область максимального прилива, большая вода, потом пошел, дальше он вот по этой параллели идет, вот отсюда идет, 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 попал в область прилива, но уже не максимального, а довольно небольшого, потому что там совсем нулевой прилив, дальше уже отливы начинаются. Вот поэтому два прилива, два отлива неравную амплитуду имеют. Вообще говоря, для некоторых жителей побережья приливы и отливы жизненно важная вещь. Например, это побережье Франции, и там есть такой небольшой, невдалеке от, вот там, вот там Франция, там берег Франции, континентальный, это небольшой остров, Нуар-Мутье. Они соединены дорогой, нормальная такая асфальтовая дорога, которая в момент прилива заливается водой, а в момент отлива становится сухой и проезжей. Вот люди ждут момента отлива, чтобы на работу поехать или там с работы вернуться по этой самой сухой дорожке. Мне как-то посчастливилось по этой дороге ездить, вот этот мой автомобиль, московские номера, и во время отлива можно выехать, и вода довольно далеко уходит, можно даже погулять по морскому дну, что люди делают, иногда просто туристы туда заезжают, им не нужно на этот Нуар Мутье, а просто по морскому дну погулять, посмотреть, какие водоросли, как выглядит морское дно, но оно не очень глубоко, на метр примерно заливается во время прилива. Бывает, что прилив начинается, машина еще не закончила свой путь, и для нее тут вешки такие поставлены, чтобы по мелкой воде хотя бы успеть доехать до берега или до острова. Приливы важный источник энергии. Это все-таки движение больших масс воды. Их можно использовать, можно приливные электростанции делать, их делают реально в мире. В тех местах, где очень мощные приливные течения, это, как правило, мелкие морские, мелкое дно морское, где вода, чтобы перетечь из отлива к приливу, должна двигаться с большой скоростью, иначе просто не успеет за 6 часов перетечь. И там можно такие вертушки поставить. И стоят такие, тоже во Франции, там вообще приливы довольно сильные, в Британии особенно, она в сторону Англии обращена. И там первая в мире приливная электростанция, насколько помню, довольно мощная, кстати, я тут ездил по этой дамбе, и там приливы крутят вот такую динамо-машину, причем крутят ее в обе стороны, прилив, отлив, вода туда-сюда ходит, это устье реки, и река, когда отлив, она течет нормально, как река в сторону океана, а когда начинается прилив, океан поднимается, и в этой части речного русла течение в обратную сторону происходит. Вот туда-сюда прилив крутят динамо-машину, не одну, их там много. А у нас на севере в Архангельской области там тоже есть довольно сильные морские приливы, вот Баренцево море, и в свое время там даже построили такую, скажем, экспериментальную приливную станцию, она не особенно важна для электроэнергетики, поскольку там одна только, один генератор стоит, по-моему, купленный во Франции. Но, как экспериментальная, она довольно любопытная. Во время прилива заполняется этот залив, такой глубокий залив, тут вот губа кислая, а во время отлива вода уходит, а она крутит динамку. Были в нашей стране такие грандиозные проекты перекрыть вот этот залив Белого моря, ну, собственно, это не залив, это вот само Белое море, получается, Баренцево море, тут превращается в Белое, перекрыть огромной дамбой, сделать там большую приливную станцию, но как-то вот пока пока к этому не приступили. Продолжим. Приливы это, конечно, история с большими водоемами, мировым океаном. Я уже, ну, наверное, пока доставим. Я говорил, что приливы на самом деле сложно очень рассчитывать. Почему? Каждые шесть часов вода должна подниматься, опускаться, переливаться с одной четвертинки земного шара на другую. А это не так легко сделать. Ведь у каждого моря есть своя собственная частота свободных колебаний воды. Если дно не очень глубокое, то попробуйте там воду перегнать из одной части океана в другую. Ей не так-то легко туда перетечь. Поэтому приливные силы, они, конечно, действуют так, как мы говорили, но океан откликается на действие приливных сил по-разному в зависимости от широты, в зависимости от конфигурации побережья, которые, между которыми зажат океан от Атлантика, например, или Тихий океан, совсем разного размера водоемы. Так что приливы, это вот как вы раскачиваете какую-нибудь качель детскую. Вы можете дергать ее с той частотой, которая вам присуща, как захочется. Луна дергает своим приливным влиянием мировой океан, а качель будет откликаться по-разному в зависимости попали вы на период, на частоту собственных колебаний или нет. Точно так же океаны в разных своих местах по-разному откликаются на приливное влияние Луны и Солнца. Ну, а пойдем дальше. Куда? Вот сюда. А маленькие водоемы, казалось бы, не должны ощущать приливного влияния, ведь прилив это разница сил притяжения, а разница только на больших расстояниях ощутима. А если вот взять небольшое какое-нибудь озеро в Европе, Женевское озеро, оно довольно маленькое, во всех ее точках силы направленные или ускорения направленные к Луне и к Солнцу, они одинаковые. Как же может там колебание воды возникнуть? Оказывается, может. И на Женевском озере приливы ощутимы. Только их называют не приливами, а сеющими. Что это такое? Вот давайте посмотрим, как колеблется вода в сосудах разного размера. только что я об этом говорил. У каждого сосуда при определенной глубине есть собственная частота колебаний. Это мы ощущаем каждый раз, взяв в столовой, например, тарелку супа и неся ее к столу. Вы вдруг смотрите, как суп начинает выпрыгивать из тарелки. Оказывается, частота ваших шагов попала в резонанс с частотой колебаний супа. Что вы делаете тогда? Вы сбиваете шаг. Вы начинаете идти или более широкими, или начинаете семенить менее широкими шагами. из резонанса выходит частота колебаний и суп начинает уже перестает выпрыгивать из тарелки или чай из стакана. У каждого водоема есть собственная частота колебаний воды в нем. Оказалось, что у Женевского озера частота колебаний около шести часов. Собственная частота. И даже маленькое различие гравитации связанной с Луной и Солнцем вызывает резонанс и там раскачиваются вот эти самые сейши. Такие собственные колебания воды в Женевском озере. Так вот ему повезло. Вернемся к морским приливам. Если дно пологое, то прилив может довольно далеко оттянуть воду от побережья. Уровень вроде небольшой, но дно пологое и прилив уходит и отлив уходит далеко от побережья. Потом прилив возвращается. Но это вот как раз побережье Франции в Британии. Я своими глазами наблюдал, как во время отлива кораблики суденышки ложатся на грунт и рыбаки это даже ценят, потому что можно подойти к своему кораблику, что-то там отремонтировать в районе дна, до которого просто так не доберешься. Но потом, когда прилив приходит, кораблики снова всплывают. Говорят, правда там я сам не был, говорят, что максимального уровня, максимальной амплитуды приливы достигают в заливе Бэй. Это восточное побережье Канады. Понятно, почему восточное. Именно на восточных побережьях, как правило, приливы максимальную высоту имеют, потому что набегает волна с востока на запад, земля с запада на восток крутится, а волна набегает с востока на запад, движется, значит, на восточный берег континента попадает. К тому же залив Бэй такой длинный и сужающийся, и волна там такой кумулятивный эффект испытывает. Она поначалу не очень высокая, а потом берега сужаются, стискивают ее, и амплитуда в конце этого залива поднимается. Я читал разные утверждения, некоторые говорят до 15-16 метров амплитуда. Вот на фотографиях видно, что метр три-четыре вот на этой фотографии. Но в разные периоды это еще зависит ведь от многих причин. Вспомните, силы Луны и Солнца, приливные силы, максимально складываются, когда Луна проходит через узлы орбиты. Тогда уж они точно на одной прямой. И через узлы орбита Луна проходит вместе с Солнцем одновременно. Не так уж часто, в момент изотмений. Так что именно в момент изотмений приливный эффект достигает своего максимума. Может быть именно тогда и в заливе Фанди тоже такая большая амплитуда приливов наблюдается. Не знаю, я там не был. В каждом порту приливы регистрируются. Особенно в последние годы. Всегда это было важно. Последние годы это очень важно. Потому что сегодня суда становятся чрезвычайно большими. Контейнеровозы, автомобилевозы. Это невероятно тяжелые и сильной осадкой, с глубокой осадкой суда. И важно, чтобы они в порту не сели на мель. Поэтому в порту многие годы, даже, я думаю, уже не одно столетие ведется служба наблюдения за приливами. Это довольно простая вещь. Мариограф. Такой приборчик с поплавочком, который просто всплывает и отмечает уровень воды в данном месте порта. Раньше это механический был прибор, крутились барабаны под действием гири, как в гиревых часах, в маятниковых часах. И самописец выписывал уровень воды. И накапливалось много-много регистраций за многие годы и месяцы. Как видите, они не совпадающие, потому что Луна и Солнце не синхронно движутся, но более или менее периодические. Ясно для математики, что такое квазипериодическое изменение можно разложить в ряд фурье и потом делать прогноз, взять основные гармоники ряда фурье, синус и косинусы и отправить их в будущее и посмотреть, каков прогноз приливов на ближайшие несколько месяцев. И так поступают для каждого порта, делают расчеты, в каждом порту есть таблица приливов, и они сообщаются морякам, чтобы те знали, какой уровень воды будет в районе порта. Но, пожалуй, самая известная, самая важная история, связанная с расчетом приливов, случилась в годы Второй мировой войны. Вы знаете, что тогда фашистская Германия в основном воевала на Восточном фронте с Советским Союзом. Но у нас были союзники, Англия, США, Франция была оккупирована, но тоже была нашим союзником. И союзники уже торопились высадить десант на побережье Франции, чтобы открыть Второй фронт, начать уже Германию теснить и с запада, потому что Восточный фронт двигался к Берлину, и надо было как-то равновесить это, ну, в общем, помочь нам. Но высадка на французское побережье дело очень деликатное. Немецкие солдаты укрепились на высоких берегах Франции, а берег там, я вам доложу, вот я там был, очень высокий, обрывистый, ну, где-то тут у меня была картина, не стал я эту картинку, очень высокий берег, штурмовать его трудно, и потом под этим высоким берегом пологое дно, по которому, к тому же оно еще заминировано было, по которому суда не могут подойти близко к берегу, они должны были высаживать десант в воду, и солдаты должны были долго брести там по грудь, по колено в воде, а в это время с высокого берега их, конечно, всех бы постреляли немцы, и надо было очень точно рассчитать момент прилива, чтобы суда могли поближе подойти, над минами проплыть, поближе к побережью высадить, в общем, рассчитать приливы, но компьютеров современных еще не было, и тогда была создана вот такая механическая счетная машина, где каждая вот это каждое колесико поднималось и опускалось в такт разложения очередного составляющего в ряду фурье, в ряд фурье были разложены старые записи приливов, и потом каждая гармоника в виде такого колесика двигалась туда-сюда с нужной частотой, проходя между ними тросик, суммировал их расчеты и выводил уже на экран прогноз прилива, и вот эта механическая машина вычислительная помогла точно рассчитать момент, когда наиболее выгодно было и с меньшими потерями сделать высадку десанта, это можно сказать астрономы и геофизики тут очень хорошо поработали мы уже 45 минут занимаемся я думаю еще минут 15 поговорим и я вам дам возможность отдохнуть потом к следующей перейдем итак приливы я уже говорил что в первом приближении приливные горбы на земле направлены в сторону луны но это лишь в первом приближении на самом деле надо учесть что земля твердое тело земли быстро вращается ну твердое оно конечно условно оно тоже деформируемо и если уж говорить совсем аккуратно то и в твердом теле земли тоже небольшие приливы ощущаются но они очень маленькие несколько там пары десятков сантиметров так что пока забудем о них твердое тело земли вращается быстро океанское дно движется и увлекает за собой приливные горбы этот горб сюда а этот горб сюда и получается так что максимум приливных горбов смещен по отношению к направлению на центр на луну на центр луны чему это приводит во-первых дно испытывает торможение а вот эту воду и земля понемножку замедляет свое вращение это хорошо измеренная вещь мы говорили о времени я вам рассказывал что земля в среднем замедляет свое вращение это и есть влияние луны так проявляется но и луна тоже испытывает влияние таким образом круглое тело земли притягивает луну к центру забудем об этом а вот этот горб и этот горб куда ее притягивают передний горб вперед по движению луны задний горб немножко ну видите составляющая силы назад притормаживает орбитальное движение луны но этот горб ближе к луне да еще он чуть-чуть побольше так что он его влияние перевешивает и он постоянно добавляет луне орбитальное движение орбитальный момент и луна ускоряет свое движение по орбите и понемножечку повышается удаляется от земли увеличивается радиус лунной орбиты именно с этим связан эффект удаления луны от земли примерно на 4 сантиметра в год земля и луна увеличиваются взаимные расстояния луна удаляется от земли и с этим же связано замедление вращения земли вокруг своей оси фактически спиновый момент передается орбитального момента спиновый момент земли передается орбитальному моменту механического момента луны и изоляция от земли и и и и и и Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...